Он очень большой. Такого еще в нашем опыте не было. Этот выходной для детей из Ярославской области станет днем открытий. Каждый шаг как первый. Пройтись по Красной площади мечтают многие мальчишки и девчонки страны. А этим предстоит не просто прогуляться, а еще и сыграть против легенд Ярославской школы хоккея. Все обрадовались безумно. Дети ехали с ожиданием чуда. И вот они здесь. И надеюсь, что мы победим. Мы счастливы, волнуемся и болеем. Все эмоции лирику оставили болельщикам. Первым делом игроки рыбинского полета осмотрели площадку. Настрой на игру боевой. А мы выиграем. Мы не если, мы точно выиграем. Громкие слова не просто бросили на ветер. Тут же взяли клюшки в руки и начали тренироваться. У другой раздевалки затишье. Мэтры Ярославского хоккея внимательно следят за усердием молодых. Первый шаг в подготовке – изучение соперника. Мы на опыте. Пасик, пасик, перепасик. Один коловорот, пасик, длинный гол. Надеюсь, получится. Клюшки готовы, форма надета. Последнее наставление тренера и в бой. 1-0, знакомо, пас, перепас, бросок. 2-1, пас, смена мест, бросок. И серия бросочков от синей линии. Кулак из всех! И все из кулака! В стане ветеранов атмосфера иная. Что сегодня по системе сжатой пружины? Два периода сжимаемся, в третьем разжимаемся. Если нас семь, я думаю, что надо четыре нападающих у тех воров стоят, трое защитников здесь. И выбрасываем туда. Все шутки остались в раздевалке. Команда ветеранов «Локомотива» появляется на арене, чтобы показать всей столице, что такое настоящий ярославский хоккей. Сергей Жуков, номер 27-й. Вы знаете, с такими партнерами было тяжело не забить, понимаете, да? Поэтому вывели на вратаря. Осталось только пробить и забить гол. А вообще соперники сильные? Конечно, ребята подготовленные, очень быстрые, креативные, быстро мыслят, быстро передвигаются. И видно, что они заряжены на победу. Почу играть! Полет у рыбинцев сначала не задался. Взлетали со счета 2-0 в пользу ветеранов. Но тренеру команды Ярославу Худякову удалось найти нужные слова в перерыве. За родной полет играл еще в школе. О том, что чувствуют ребята, знает не понаслышке. Он очень выдержанный, он очень спокойный. Он оценивает всю ситуацию, дает детям правильные советы. И мы надеемся, что ребята будут чемпионами. За 5 секунд до финальной сирены рыбинцы сравняли счет. Исход игры решался в послематчевых булитах. И здесь ветераны оказались сильнее. Страшно было чуть-чуть против таких игроков. Ну и в любом матче страшно исполнять булиты. Большая ответственность. С ними интересно играть. Много всего они умеют, особенно руками работать. В составе ветеранов «Локомотивы» играли Илья Горохов, Алексей Горшков, Антон Бут, Валентин Лепихов, Андрей Коваленко и другие. И символическое вбрасывание сделал олимпийский чемпион, вратарь сборной СССР Владимир Мышкин. 50 лет назад он также начинал свой профессиональный путь с турнира «Золотая шайба». И ярославских хоккеистов помнит до сих пор. Часто приходилось играть против команды «Ярославль». И детские воспоминания, когда команда «Торпеда» «Ярославль» была соперником нашей Кировичепецкой Олимпии. Были очень интересные матчи. Вспоминается мне даже и вратарь той команды, Олег Семенов. Очень был хороший вратарь и прекрасный человек. Когда такие мэтры дают уроки и наставления, победы долго ждать не заставят. Ко всему прочему, ребята получили новые клюшки. И уже сегодня юные хоккеисты из Рыбинска опробуют их в Сочи в борьбе за главный трофей всероссийского турнира «Золотая шайба». Павел Волков, Денис Ромашов. День в событиях. Продолжение следует...